В Институте международных отношений Казанского университета состоялся Международный научный форум «Россия и Африка. Политика, экономика, история и культура», где обсуждались вопросы развития отношений России и стран Африканского континента. Очень важно, что к инициативе Казанского университета присоединили все ведущие центры, которые определяют политику России в связи с исламским миром, с африканским континентом. И на сегодняшний день мы можем говорить с гордостью, что представляем один из важнейших ключевых центров, где бурно развивается африканистика. Как отметил ректор Казанского федерального университета Альшат Гафуров, Казанский форум полностью справился с задачей, которую поставил Сочинский саммит. Это решение о необходимости сотрудничества в области образования, реализации программ профессиональной подготовки и академических отменов успешно реализуется в частности и стенах нашего Казанского университета. Здесь сегодня обучаются почти 500 граждан из 34 африканских стран. В свою очередь 76 сотрудников и студентов нашего университета посетили с научно-образовательными целями 8 африканских стран, участвовали в различных научно-исследовательских мероприятиях в нашем университете. В рамках форума состояло 7 секций. Круглый стол на тему сотрудничества России со странами Африки, а также презентация книги Олега Озерова «Карим Хакимов. Летопись жизни». Африка многообразная и повсюду нужны специалисты. Есть в любом случае континент, это область стратегических интересов России. Поэтому подготовка экспертов, подготовка ученых, исследователей, аналитиков – это одна из важнейших задач современного государства. Напомним, что с 2014 года в Казанском университете открыто направление африканистики и были заключены договоры с 10 университетами стран Африки. Казанский федеральный университет – это международный университет. Он открыт для студентов всего мира. И естественно, что мы, я имею в виду Институт международных отношений, обязаны готовить специалистов, которые могут работать не только со студентами из африканских стран, но и сами быть, скажем так, проводником культуры Татарстана, России на этих континентах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!